Лесная демография в плюсе. В Мариел завершилась ежегодная перепись диких животных. Кстати, в этом году полученные данные максимально точны. Впервые в своей работе охотоведы начали использовать современные средства спутникового слежения. Все подробности в нашем следующем материале. По лесным просекам следопыты ходят, как правило, два дня. Такова технология звериной переписи. Причем эта процедура не предполагает применение транспорта. Все подсчеты проводятся только на лыжах. Учет по белой тропе. Так называют специалисты лесную перепись. Зверей считают по старинке, по следам. Сначала делают затирку, заметают старые следы и только утром считают новые. В этом году животным пришлось нелегко. Глубина снежного покрова в лесу составила 60 сантиметров. Это, конечно, аномальная весна. У нас в среднем глубина снега была 48-53 сантиметров, вот когда все учеты проводили. Это в конце февраля. А сейчас получается 78-85 сантиметров. Это, конечно, уже очень критически для кабана. Та же уже плохо для лося. Выяснить с точностью до единиц количество медведей, зайцев и других животных, конечно, не получится. Один спит, второй очень быстро бегает. Чтобы все полученные данные были максимально точны, с этого года всю полученную информацию охотоведы заносят на бумагу и дублируют на GPS-навигатор. Впоследствии на основе полученного материала будет создан специальный уже электронный документ. Навигатор, все эти повороты, точку, координат ставят, начало, повороты все, например, буквы по все повороты и окончание маршрута тоже координат, точка ставят. И это все трек прохождения у нас записывается на именно навигаторе. И там все переходы зверей, все отмечается в навигаторе. И это получается, практически человек, не проходивший этот маршрут, это невозможно сдать. У переписчиков работы стало больше. На сегодняшний день в республике существует более 850 зимних лесных маршрутов. Протяженность каждого не менее 10 километров. После работы на природе наступает кабинетный этап. Специалисты обрабатывают полученные данные и составляют отчет о численности животных. Затем вся информация отправляется в Москву. Как говорят, в республиканском департаменте по охране животного мира в этом году значительно увеличилась численность куниц, оленей, кабанов, белок и волков. Соответственно, для того, чтобы оставить популяцию этих животных в разумных пределах, их лимит добычи должен быть увеличен. А вот численность рыси, лис, хорьков сильно упала. Сезон охоты в этом году откроется 20 апреля. К этому времени уже станут известны лимиты добычи охотничьих ресурсов. Иными словами, чем больше зверей того или иного вида окажется, тем больше шансов на них поохотиться. Впрочем, тем, кто планирует в этом сезоне отправиться за добычей в лес, стоит помнить, что в России вступили в силу новые правила охоты. Подробнее о них смотрите в ближайших выпусках информационной программы 12 новостей республики. Продолжение следует...